27 сентября в 12.00 призываю всех жителей Тольятти пойти на митинг в поддержку рабочих автоваза. Им не платят зарплаты и создают невыносимые условия труда. И нет, это не реклама, просто мне прислали листовку с реальными проблемами людей и решил листовку распространить виртуально. А это видео универсальный ответ на все комментарии в духе Здравствуй, дорогой друг! Пока Китай кидает Россию со строительством газопровода «Сила Сибири», о котором много было разговоров, но мало дела, и пока Китай даром получает территории из-за Байкалья, мешая жить местным фермерам и отравляя почву такими мутагенами, которые не снились даже Биба Пуэр-Окстаде, главным врагом России остается США. Обама чему? Обама чему? А что такое Обама? Это Обама чему? Кто такое Обама? Обама чему? Обама чему? Чему? Что у папы сзади на машине написано? Обама чему? Значит, кто президент Америки? Обама чему? Молодец! Я за Путина, Обама чему? Обама чему? Не так. О, тихо-тихо-тихо-тихо. Видели подобное веселье с детьми у гееропейцев с пиндосами? Не, не видели. И не увидите, потому что им насрать на другие страны с другими президентами. У них свои собственные проблемы. Ну а нашему народу насрать на самого себя. Главное, что Обама чмо. Потому что как только каждый напишет, что Обама чмо, после этого сразу же цены упадут и экономика просто ломанется вверх. Ну и пока за зомбированные телеком россияне учат детей, кто такой Обама, и повышают экономику России надписью на заднем стекле «Обама чмо», Путин будет встречаться с Обамой. И вот вчера заявил, что главное в США – это творческий подход, открытость и раскрепощенность. Это дает возможность раскрыть внутренний потенциал. А как же радиоактивный пепел? А как же можем повторить 41-й, 45-й? А как же коварные планы США по разрушению России? А как же Обама чмо? Владимир Владимирович, давайте по новой! Естественно, вы скажете, что лестные слова Путина, а США – это дипломатия и очередная многоходовочка Путина. Ну а я отвечу на вашу херь. Дипломатия – это когда мы реально как-то можем ответить на санкции Запада. Пока мы ноем, какие США плохие, США и их коллеги нас планомерно и эффективно трахают и дрессируют. Не дают кредитов нашим банкам, наша банковская система в жопе. Еще США планомерно не дают развиваться Крыму, вводя против Крыма все новые и новые ограничения. До сих пор в Крыму нет Сбербанка. Греф это открыто заявляет, не стесняясь. Не будет Сбербанка в Крыму, потому что боимся санкций Запада, говорит Греф. Китайская компания Алиэкспресс, нашего верного союзника. Ну в то, что Китай наш союзник, верят только кретины. Ну да ладно. Так вот, Алиэкспресс китайский перестал поставлять товары в Крым. Союзники, ёпта. И это малая часть унижений и санкций России Западом. Запретные списки для чиновников создают для чиновников реальные проблемы. Например, больной раком Кобзон не сможет лечить свой рак в России и вынужден ехать в Италию, бедняжка, в обход всех санкций. Что на все эти санкции унижения России и её представителей может ответить сама Россия? Ну я не знаю, давайте запретим ввоз продуктов. Да это уже было, уже обратно разрешать начали деликатесы всякие, чтобы депутаты не голодали. Вот что ни зулины ты кушать, а? То есть мы на санкции Запада до сих пор ничем ответить не можем. Только кукареканьем. А всё почему? Да потому что из-за неэффективной экономики правительства мы до сих пор в полной зависимости от США. Я вчера говорил, что Россия увеличила инвестиции в госдолг США. То есть Россия дала США денег в обмен на их ценные бумаги. Теперь наши инвестиции в госдолг США составляют более 80 ярдов долларов. Шизофрения продолжается. Российские СМИ на бюджетные деньги продолжают зомбировать россиян, что экономика США вот-вот рухнет. А при этом параллельно другая часть бюджета России идёт на поддержание этой самой экономики США. Посидите, подумайте, поищите отмазки. Отмазки это вообще любимое занятие псевдопатриотов. Как только появляется какой-нибудь негатив, они тут же придумывают отмазки. Миллион нелепых отмазок. Но на этот раз отмазок нет. Есть шизофрения. Мой зритель, экономист Иван Поморцев, сравнил бюджеты США и России. Составил наглядную таблицу в Excel. Она по ссылке в описании к ролику. Наслаждайтесь. Все пруфы и ссылки на бюджеты там же. А сейчас главные выводы из сравнения бюджетов США и России. Расскажите всем своим друзьям, презирающим Запад и считающим, что там люди загнивают. По распределению бюджета на одного человека в месяц, Россия примерно в 8,5 раз беднее США. И это при том, что население США в 2 раза больше населения России. В США куда выше расходы на поддержание уровня жизни людей. Помощь мигрантам, образование, наука, культура, медицина, здоровье и прочее. В России огромное количество непонятных статей расхода бюджета. Например, ксасная филегерская служба. И куда меньшее количество статей и более понятное объяснение в бюджете США. То есть пока наши идиоты учат детей, что Обама чмо, Обама обеспечивает американцам жизнь куда лучшую, чем в России. А власти России бухают бабки в США и вовсю помогают Обаме заботиться об американцах. Объясните псевдопатриотам, что их обманули. Что их ненавистью к Обаме пользуются для отвлечения внимания. Я уже не говорю про то, как любят кукарекать, что мы перекроем газ на Украину, Потому что те нам должны еще денег. А вот еще так себя ведут. Сегодня украинские власти запретили рейсы нашим авиакомпаниям, Аэрофлоту и Трансайры в Киев. Но мы не только не перекрываем газ на Украину, Мы еще и даем Украине скидки на газ. И знаете почему? Ну потому что если Россия не будет продавать газ хоть куда-нибудь, То Россия окочурится. И еще до зимы окочурится, в отличие от Европы. Это было объяснение, где народу жить лучше. Даже не добавлял сюда более социально ориентированной страны Европы. И так очень много получилось. Я не призываю никого уезжать из России, я сам тут живу. Я призываю делать то, что велит разум и кошелек. Если у вас нет семьи, или вы законченный романтик, Ну читай инфантильный дурачок, Тогда конечно поступайте как велит сердце. Но многие считают, что уехать из России это показать слабость. Люди сильные здесь остаются. А вот скажите, в чем проявляется сила? Почему нужно обязательно чего-то превозмогать, напрягаться? Жить в удовольствие своей семьи и свое удовольствие никак нельзя? Мифический героизм тех, кто остался тут, вот чего я не понимаю. Героизм того, что вам тут сложнее жить, чем было бы жить где-нибудь за границей в Дании? Скорее мифический героизм объясняется страхом уехать. Да и не секрет, что большая часть россиян нигде не была, Кроме сраных Египта и Турции. Ну может сраного Таиланда еще. И сравнивать жизнь в России россиянам разумеется не с чем. Следовательно, легче засрать тех, кто набрался смелости и ответственности взять семью и свалить. Психологи, дайте пожалуйста какой-нибудь емкий, содержательный ответ По предмету ненависти к тем, кто уехал из России. Что это? Болезненная форма аутгрупповой агрессии к чужакам? Или может быть классическая зависть? Зависть. Социально-психологический конструкт, охватывающий от различных форм социального поведения и чувств, Возникающих по отношению к тем, кто обладает чем-либо, чем хочет обладать завидующий, но не обладает. Бишите ваши варианты в комментариях, жмите лайки, добавляйте ролик себе, подписывайтесь на канал. Удачи! Здравствуйте! Где только не ищут Евгению Васильеву и в СИЗО, и в колонии, но нигде найти не могут. А мы спросим у россиян, у прохожих, знают ли они что-нибудь о чиновнице, которая их обворовала на несколько миллиардов рублей, а суд потом указал, что меньше. Поехали! А ты не слышал про Евгению Васильеву? Нет. Про хищение Минобороны, Сердюкова? Нет. Тоже не слышал? Нет. А про что ты слышал? Крым наш ты знаешь? Да. Отлично. Почему про Крым ты слышала, про то, что нас обворовывают, нет? Ну, наверное, просто про обворовывают не говорят по новостям, а вот про хищение говорят. Молодец. А почему ты думаешь, что так вот происходит, что у нас по новостям говорят про Крым, а про то, что нас обворовывают, не говорят? Видите, что просто скрывают то, что они воруют из казны и все. Как ты думаешь, почему эта преступница не разыскивается? Потому что ее никто не знает. Да? Да. Может, она ничего такого не сделала. Милая девушка. Конечно, милая. Она еще клипы пишет, стихи сочиняет. Ну, значит, тогда не надо ее разыскивать. Что ее разыскивать-то? Да почему ее разыскивать? Ну, себе человек денег делает. Ну, пускай. Так это хорошее, господи. Дай бог вам всем здоровья. На вас похоже чем-то. На меня Евгения Васильева похожа? Да. Но я еще не успел украсть из бюджета 3 миллиарда рублей. Тем не менее, а про Сердюкова слышали? Неа. Тоже? Неа. Блин. Это что, политики? Нет, это воры. Почему вы думаете, человек в отношении него вынесен приговор на 5 лет реального срока, а ее нет ни в СИЗО, ни в колонии? Почему так? Сбежала. Может быть, даже просто ее выпустили? А может, она сбежала? Да нет, она тот толстуха-жируха, она никогда сбежать не может. Похудела. Там же мало кормят в СИЗО. Да. Ну вот, ее мало кормили, она похудела. Проскользнула сквозь Пруссию, и потом бац, приходят охранники, а нет никого. Ну, ее посадили. Посадили, да? Да. Нет, она уже не в СИЗО, и не в колонии, и никто не знает, где она. А вчера МКП, я читал там ее вообще. Да? Да. На сколке мсомолец, да? Да. Да. Была статья там. Что про нее написали там? Ее сейчас нет ни в СИЗО, ни в колонии, я вам говорю. Да. Ее не нашли в колонии. Этапировали. Она на свободе. Никуда ее не этапировали, ее выпустили просто, да. Под дружное молчание россиян. Вы увидите Евгению Васильеву в каком-нибудь дорогом магазине, когда будете подбирать себе двубортный пиджак. Что вы ей скажете? Молодец. Васильева. Отлично. Знаете ее еще судьбу, что с ней происходит? Да. Должна сидеть. Должна или сидит? Ну, это неизвестно. Внимание, у меня для вас сюрприз. Ее нет ни в СИЗО, ее нет ни в колонии. И начальник колонии отказывается говорить, где находится Васильева. Соответственно, у меня есть все выводы полагают, что она на свободе. Вполне возможно. Вы, наверное, тоже часто бываете в дорогих магазинах, где Васильева гуляет. Что вы ей скажете, когда увидите? Вор должен сидеть. Ага. А она, как вам ответит, думаете? Ну, я думаю, что она считает, что она не вор. Споет песню про тапочки. Да. Человек своровал. Приговор даже вынесен, казалось бы, да? А она все равно на свободе. Ну, я думаю, что это не только в нашей стране. Это во многих странах. Да? Откуда у вас такая информация, что во многих странах? Вы много видели информации такой? Ну, нет. Скорее всего. Или вам как-то спокойнее, да, что в каких-то странах, во многих, якобы, все то же самое? Нет, не спокойнее. Просто это система. Нет, просто я очень часто слышу, а везде так. А нифига не везде так. Не везде, конечно. Я согласна, что не везде. Хорошо, а почему, вы думаете, у нас так? Потому что зажрались чиновники все эти, я так считаю. Круговая порука. Полностью согласна. То есть, если она начнет реально их сдавать, то там такое посыпется? Да. Согласна полностью. Вы не видели Евгению Васильеву? Не разыскивается она нигде, не знаете? Это? Да. Великая писательница, аферистка нашего времени. Что дальше? И клипмейкер. Да и овца. И что еще? Вот вы слышали, что она сейчас ни в СИЗО, ни в колонии, а в отношении нее уже приговор вступил в законную силу? Да бред это все. Проверьте информацию. Да? Сидит она. Проверил. И чего? Она не сидит. Ну правда. Ну где? Вот где вы читали, что она сидит? Где вы читали и когда? Ну согласно документам сидит она. Согласно документам? Ну ведь есть реальность, а есть документы. Ну откуда вы знаете, что она не сидит? Потому что правозащитники ездили туда, и даже провластные абсолютно из общественной палаты сказали, что ее нет ни в колонии, ни в СИЗО. А начальник колонии тупо отвечает, что я не буду говорить, где Васильева. Вот как с таким отношением можно вообще говорить о правосудии? Смотрите, какое правосудие? Элементарно ее, может быть, отпустили в отпуск, да? Почему? Потому что она беременная. Может такое быть? Я не знаю. Может она денег заплатили. Это не может. Я бы ей вообще посадил на 15 лет, если честно. Из министерства военного. Ага, да. Как вы думаете, что с ней сейчас? Понятно. Я не... А что она сделала? Ну они там что-то с деньгами... А, или с оружием. Я не помню. Они вас обворовали. Они вас обворовали. Я поняла. Вы поняли? Ага. Ну то есть, вам ничего это... Ну как бы обворовали и обворовали, да? Нет, ну это же... Не злитесь? Да нет, я так не злюсь. Потому что в конце концов у нас же есть органы, которые должны зайти. Вот теперь про органы. Органы, которые должны, да? Говорят, что ее нет ни в СИЗО, ни в колонии. А начальник колонии отказывается говорить, где Васильева. Забы, знаешь что? К Путину обращаться. К кому? К Путину. Ах, к Путину. Ну, обращайтесь к Путину. До свидания. Она отдыхает сейчас на курортах. Ее нет ни в СИЗО, ни в колонии. И чем можно объяснить то, что вот внимание не разыскивается? Ну, она отвалила деньжат, видимо, начальнику тюрьмы. И сейчас муляет спокойно. Что мы можем ей сказать? Здоровья пожелать, крепкого, счастья и хороших друзей на зоне. Знаете ее? Ну, шо, мразь. Отлично. Можете поподробнее рассказать про Евгению Васильеву, что вы думаете? Блядь, жена чья-то этого, блядь, Сердюкова, что ли? Если я не ошибаюсь. Ну, любовница. Ну, хуй его знает. Похуй, ничего. Ну, вот вы слышали, что в отношении нее вынесли приговор на 5 лет, и она сейчас и не в СИЗО, и не в колонии, и непонятно где. Хуево, надо сажать таких мразей. Она из бюджета украла 3 миллиарда рублей. А суд сказал, что 500 с небольшим. Только про кражи разговариваем. А детское телевидение причем? Детям рассказываем то, что не знают даже взрослые. Вот вы, например, не знаете про Васильева, она вас обворовала. Понятно. Хорошо, почему личного? Спасибо. Ничего личного? Ну, как же. Как же, Вас обворовали ничего личного? Ну, ладно. Ну, слышал по телевизору, да мне уж так, да. И приговор реальный вынесли. Возможно. Да нет, правда, 5 лет. Да ты что? Да ты что? Охренеть. За что? Ну, украла. Украла много денег из бюджета, обворовала нас с вами. И меня тоже? Да? Черт, мои налоги. Здрасте, у нас детское телевидение. Можете один вопросик буквально? Ну, очень быстро. Не-не-не, я обвороваю. Пожалуйста. Ну, девушка, ну хотя бы вот вы узнаете вот эту вот, мадам? Да. Ну, отлично, тогда если узнаете, ну минуту. Простите, я правда опаздываю. Ну, раз Евгения Васильева не сидит в тюрьме, хотя должна, мне ничего не остается, кроме как выкинуть просто в помойку вот это все и распрощаться с мыслями о ней, так же, как я распрощался с мыслями о российском правосудии. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Удачи! В России все ближе выборы. Выборы в России даже ближе писца. Но на выборы всем насрать, потому что в них никто не верит. А вот писец в России поселился у все большего количества россиян. Самарского губернатора Меркушкина писец укусил раньше всех. И уже 16 июня Меркушкин призвал россиян молиться за пенсии. Если так же будет цена на нефть такая же, все резервы служат для страны, все резервы уже на будущий год кончаются. Давайте будем молиться Богу, слово говорить, молиться Богу, чтобы пенсию получали через 5 лет. Молиться за пенсии это как тушить горящие леса Байкала священным огнем и кадилом с вертолета. В общем, духовная, чрезвычайно духовная. Но молитвы бессильны не только против пожаров, но и против кризиса с идиотами. Даже коррупция теперь волнует россиян больше, чем что-то мухохлов. Сила пропаганды дай россиянам возможности не обращать внимания на коррупцию. Пусть все смотрят телек, но в телек уже никто не верит. Впрочем, ничего нового. Наши верные друзья-китайцы ожидаемо кинули Газпром силой Сибири и проект отсрочен где-то до 2020 года. Путин, помоги по контракту с китайцами! Путин, подними цену на нефть! Путин, спаси курс рубля! Некоторые начали догадываться, что Путин не всесилен. К примеру, долги по зарплате на космодроме Восточный так и не погашены. А как хорошо все начиналось. Антон Иванович, мы с вами возьмем это под двойной контроль. Вы на месте, а я вот здесь, из Москвы. Долги по зарплате так и не выплачены. А по ТВ об этом не говорят? Ну и зачем? Некрасиво как-то авторитет Путина под сомнение ставить. Ведь сам Путин ничей авторитет под сомнение не ставит. Даже авторитет ЦБ, несмотря на всю бездарную политику ЦБ. Что касается действий ЦБ, и поэтому назвать это кризисом, назвать это по-другому, можно как угодно, какие угодно слова применять. Но я, мне кажется, достаточно ясно сказал, что ЦБ правительства в целом действует адекватно сложившейся ситуации. Центробанк России делает многое для укрепления и стабильности курса рубля. Об этом сегодня заявил Владимир Путин во время встречи в Кремле с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Путин вчера при встрече с пацаном даже целовать пацана в живот не стал, а лишь ответил на вопрос про падающий рубль. А для того, чтобы у нас что-то все равно было в завершнике, и чтобы мы искусственно ничего не делали, мы должны это немножко отпустить, оказывая небольшое влияние на что Центробанк делает. Можно ржать, стебаться, или наоборот востороженно кукарекать над этой ситуацией. Суть одна и простая. Путин продолжает хвалить ЦБ. Последнее в этом году обращение к зомби Федорова и Старикова. Ребят, вот вы называете ЦБ американской организацией. Говорите, что ЦБ ведет всю свою политику в интересах США, а не России. Только что я вам показал, как Путин неоднократно ЦБ хвалит. Ну и на это у вас есть ответ. Вы обычно отвечаете, Путин заложник ситуации. У него нет выбора, кроме как хвалить ЦБ. Если Путин пойдет против ЦБ, его уничтожат. Кто уничтожит Путина? У Путина поддержка 90% почти. Кто пойдет против Путина? Назовите фамилии. Не назовете. Не назовете, потому что сами запутали в своих теориях заговоры. Но и от ваших теорий заговора больше пользы, чем от раздувания культа личности Путина. На фоне оголтелой пропаганды культа личности и скатывания уже даже не в Казахстан, а в Северную Корею по степени дрочки на вождя, ваше утверждение о том, что Путин хвалит ЦБ, потому что ругать ЦБ не рискнет, выглядит довольно отрезвляюще. В общем, спасибо вам, зомби Федорова и Старикова. Спасибо вам за разнообразие абсурда. Я это все к чему, про Путина и культ личности. Система замкнулась. Раньше Путин мог по щелчку решить любую проблему. Теперь Путин щелкает, но зарплаты рабочим не выплачиваются. Поймать пенсионерку в Чите, это да, по-прежнему работает. Можно даже два дня это обсуждать в СМИ, но времена-то уже другие. В битве финансовых экспертов холодильник разгромил телевизор. Безнаказанность неэффективной политики правительства приводит не просто к бесполезности правительства, а к цинично-бесполезности. Так недоминистр недокультуры Мединский предложил вогнать детей в гроб и сделать обучение в школах с 9 утра до 7 вечера. Кретинизм. И дело здесь не в лишней хромосоме Мединского, и вообще не в Мединском здесь дело. Дело в том, что такие, как Мединский, окончательно потеряли связь с реальностью. Замкнулись в своем уютном мерке и хотят любыми способами игнорировать реальные проблемы населения. В Тюменской области, например, запретили говорить о повышении цен на продукты. Это как когда на ребенка бежит злая собака, а ребенок закрывает глаза, потому что думает, когда он не будет видеть собаку, то опасность исчезнет. Не исчезнет собака. Собака уже бешеная, и яйца вам отрывает. Кретина. Проведите хотя бы день в паблике Сатира без позитива, почитайте новости о реальных проблемах России. Ссылка на паблик в описании к видео. Я в роликах на канале даже 20% проблем не озвучиваю. Уже поздно отказываться верить в писца, искать какие-то частные оправдания, отмазки. Вы уже не успеваете отмазываться от происходящего в стране писца. Поздно писать петиции Путину. Петиция это вообще край траты времени и идиотизм. Об этом сделаю отдельный ролик. Поможет одно – не ссать, а открыть глаза, принять проблемы страны, региона и дрючить, дрючить бездарное руководство на местах, которое ни с чем не справляется, а может только молиться. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Удачи! Сегодня хотел сделать видео про погорельцев Хакасии и горящие леса Байкала, но утром увидел такую мерзость, что безумно разозлился. А разозлить меня, человека, каждый день читающего новости по России, очень сложно. Готовьтесь психовать от бессилия, ребят. Все, что я мог тут сделать, это предать историю огласке. История, само собой, вымышленная, все совпадения случайные. И вот она, история. 16-летнюю девушку Карину нашли зарезанной в коттедже в Новосибирске. В зверском убийстве обвинили подростка, но оставили его на свободе. Карина не вернулась вечером домой, хотя всегда выходила на связь с родителями. Родители начали беспокоиться, потому что к телефону девочка не подходила. Ближе к полночи родителям позвонили полицейские. Позвонили и сообщили, что Карину зарезали. Утром следователи уже гарантировали, что дело раскрыто, что это не глухое убийство, а убийство девочки и ее сверстником, Матвеем. Матвея на самом деле зовут Марк, Марк Коньков. Но это не важно, потому что все совпадения случайны, а персонажи вымышлены, вы же понимаете. Сложности начались почти сразу. Весь поселок, где убили девочку, был окружен охраной. Не полицией, а охраной. И охрана родителей девочки не пустила. Начали всплывать мотивы убийства. Осенью Карина и Марк расстались, и Марк на прощание написал бывший «Я бы тебе горло вскрыл» и смайлик добавил. Обещание свое Марк сдержал, но вот отвечать за свои поступки не хочет. Прячется за спиной родителей. Родители у Марка что надо. Бизнесмен Игорь Коньков, новосибирский торговец металлом, которому принадлежат дом, охранники в поселке и прочие признаки сладкой жизни, на которые Карина, к сожалению, повелась. Мать Марка психолог, которая комментировать все это отказалась, заявив, цитирую, «Сейчас идут следственные действия, никаких фактов нет, есть только гипотезы. Вы же не хотите на закон о клевете нарваться?» «Да ну что вы, мадам, какая клевета!» «Мы с моими зрителями просто сделаем так, что никакие деньги мужа вам не помогут, и вы проклянете тот миг, когда прохлопали ушами своими, что ваш сыночек стал убийцей». Убийцей, кстати, циничным и продуманным, а не эмоциональным. Карина защищалась, это доказывают раны на руках. Так что официальная версия Следственного комитета с самоубийством – полная херня. Такая же херня, как и позиция «Мы не будем комментировать дело, потому что тут замешаны несовершеннолетние». Убили бы какого-нибудь сына депутата, вы бы все комментировали, ребятки, как миленькие. Ну а тут убили девочку из простой семьи. Чего напрягаться-то, а? Но самая королевская херня – это версия папаши Марка про двойное самоубийство, от которого его сыну удалось спастись. Чудом удалось спастись. Что же не ритуально это, а? Как в Трудетекте в первом сезоне. Не успели посмотреть? Ну и самое вкусное. Следователи и прокурор хотели поместить Марка под стражу, но суд вынес обратное решение и паразит находится под домашним арестом. Что такое домашний арест для людей при деньгах и при власти, мы знаем по Васильевой с ее походами по бутикам, когда она должна была сидеть под замком. Так что глупо исключать даже то, что мразь уже укатила из России. Ну и самый-самый-самый сок. Защита Марка заявляет, что Марк получает психологическую травму и нуждается в помощи. То есть Марка хотят признать невменяемым. Тем более мама у Марка психолог. Красота. А про то, что Марк палец убитой Карины прикладывал к телефону, чтобы телефон разблокировать, а потом позвонил знакомому детально и красочно похвастаться, как он свою бывшую убил, как ей отомстил. Про это не забудьте в психушке врачам рассказать. Да и не будут Марка ни в каких психушках лечить. Наши психушки хуже тюрем. Отправят родители сыночка в клинику частную и будут делать вид, что его там лечат. Потому что от таблеточек-то психушечных люди овощами становятся. Так что не думаю, что мама-психолог позволит своему сыну стать овощем. Пусть лучше остается веселым, жизнерадостным убийцей. Все это стандартная ситуация для России. Охреневшая, от вседозволенности мразь жестко и грубо нарушает закон. Зная, что ее, эту мразь, прикроют власть имущие. Потому что власть имущие в России любят деньги, а не справедливость и закон. Закон власть имущие применяют к людям попроще, победнее. На несчастном автомобильном форуме отец написал крик о помощи. Помогите. Что мы можем сделать в этой ситуации? Просто придать огласки, чтобы с ученыша, родители с ученыша поняли, что деньги могут решить кое-какие проблемы. Но не все. Далеко не все. В описании к видео есть еще петиция с обращением к Следственному комитету о заключении Марка под стражу. Перейдите, подпишитесь, если считаете нужным. Ну и еще раз на всякий случай. История эта вымышлена, все совпадения случайны. Удачи. Здравствуй, дорогой друг. Неуправляемые толпы мигрантов в России по федеральным каналам не показывают. Зато показывают мигрантов гей-ропы. Про госдолг США кукарекуют постоянно, но при этом Россия опять увеличила туда свои инвестиции. На этот раз мы вбухали в госдолг США еще 9,1 ярда долларов. Уже больше 80 ярдов долларов всего. При этом, разумеется, нигде громко не говорят про выросший госдолг самой России. Ну и для самых маленьких. Важен не размер госдолга страны, а возможность страны покрывать этот госдолг. Так вот, США могут свой госдолг покрывать, потому что даже Россия им в этом помогает. А Россия... Россия духовная. Для поддержания духовности, как известно, надо избавляться от инакомыслящих. Инакомыслящие сейчас либо лишаются мандатов, как депутат Шлозберг в Псковской области, либо кандидаты тупо снимаются с выборов по надуманным причинам, как подробно рассказано в видео по ссылке. Временно исполняющий обязанности губернатор Андрей Тручак не просто озвучил свою собственную или чужую, это совершенно не важно, ложь, он бросил вызов. Вызов не мне лично, но всем самостоятельно думающим людям Псковской области, всем тем, кто способен критично оценивать происходящее, в том числе любые действия государства, просто потому, что это неотъемлемое право каждого гражданина. И это право каждого гражданина неприкосновенно. Запомните раз и навсегда, политической жизни в России нет, оппозиция мертва, выборы херня. И даже в этих условиях одержимые паранойи кретины во власти продолжают издеваться надо всеми, кто хоть как-то плюнет в их сторону. На этот раз плевали ребята из Немагии. Немагия делает обзоры на разных людей, в последнее время уже без особой фактуры просто стебутся в общем. И тут они решили обстебать Пскова. Сегодня у нас не конкретно сам Песков, а охуенное чиновничество в доску. Он просто на данный момент наиболее ярко олицетворяет образ всего цинизма российского чиновничества и бюрократического аппарата. Причем стебали по темам, которые уже все обмусолили. Тут и часы Пескова за почти 40 миллионов рублей, и яхты за еще больше миллионов. Только до дома дачи не добрались, ну потому что про дачу Пескова Навальный позже публикацию сделал. На все обвинения Навального Песков к слову ответил. Ну да, в какой-нибудь правовой стране такой ответ бы и не считался ничем за ответ, но в России покатит. Добавьте сюда еще беспроигрышную фразу про властных ботов, а чего вы чужие деньги считаете? На себя посмотрите! Это, ребята, не чужие деньги, это наши с вами налоги, придурки. Но повторюсь, речь не о налогах, а тупо о стебе над Песковым и компанией, который у Немагии получился бодрый и дерзкий, и набрал 400 тысяч просмотров, и кануть бы ему в лету, как и всем прочим видео, изобличающим наших чиновников, но нет. К ребятам в подъезд пришли откуда-то, якобы из Роскомнадзора, за объяснениями. Нужно будет просто объяснение от вас, от тебя и от Алексея Псковикина. Я к нему вчера ездил, но он, походу, по адресу не живет, да? Он же здесь недалеко от тебя живет. Знают, кто где живет. Восхитительно. Может, еще даже в курсе, кто с кем спит? Если ты глянешь, что есть канал, там непосредственно на Ютубе есть возможность подачи жалобы, если канал занимается экстремистским материалом. Да, я знаю. Это в режиме автоматики все банит. Все правильно говорит парень из Немагии. Считаете, что видео нарушает правила сообщества? Отправляйте жалобу на сервис Ютуба. Но трахать мозги в подъезде или в СИЗО – это такой профилактический способ советских времен, который сейчас успешно возрождается. Ну, то есть это какой-то там фейк, понимаешь? Он писал просто на сайт Роскомнадзора Кемеровской области, что якобы вот такие-то, такие-то люди принимаются распространением антиправительственных материалов. То есть какой-то анонимный донос в интернете стал основанием для Кемеровского Роскомнадзора начать трахать мозги Немагии и требовать каких-то объяснений. Особенно сладенько звучит «за антиправительственные ролики требовать объяснений». Я что-то забыл, у нас уже в Уголовном кодексе ввели ответственность за антиправительственные ролики? Или Роскомнадзор существует на наши налоги для того, чтобы не было антиправительственных высказываний? Сможешь приехать ко мне завтра, допустим, сегодня? Объяснение бы написали и все. Типичные игрульки мелкой сошки Роскомнадзора в доброго полицейского. Как правильно говорит сама Немагия в своем видео, посмотрите по ссылочке. Мелкая сошка прикидывается, что она на стороне ребят. Все совсем соглашается, только бумажку подпишите, а? Объяснение подпишите. А чего объяснять? Что у Пескова часы под 40 лямов стоят? Или что он на яхте спалился? Чего тут объяснять? Песков уже сам все объяснил. Все Жинкино. Сам Песков человек простой. Государев. Сможешь приехать ко мне завтра, допустим, сегодня? Объяснение бы написали и все. Какое объяснение, придурок? Вы если не понимаете, что это психологическая обработка, то вам либо 16 лет, либо вы вообще не в курсе того, как работали стукачи, осведомители со времен Российской империи отмены крепостного права. Методы те же. Долго и последовательно капать на мозги, трепать нервы, говорить, что вот так нехорошо себя вести, так не следует себя вести. Да меня уже тошнит от этих мразей, которые, сука, не вымирают. Когда же вы все вымрете? Ты скажи, что это объяснение будет, чтобы я бумажку почитал. Ты можешь мне дать эту бумажку? Ну, как бы я тебе бумажку-то вообще не имею права знакомиться с материалом, в принципе. То есть какие-то обвинения и претензии, а какие не говорят. Не показывают документы, зато хотят, чтобы мы сами что-то подписали. Господи, ну неужели на эту херню еще кто-то ведется? И вы удивитесь, ведется, причем до хрена людей. Я общался со студентами космодрома Восточный, которым не выплатили зарплату. Наивный паренек, который мне сливал информацию, говорил, что завтра обещают все выплатить. И на следующий день говорил, что завтра обещают все выплатить. А потом опять про завтра. На мои пояснения, что их обманывают и надо подавать в прокуратуру жалобу о невыплате зарплаты, параллельно сообщая ВУЗу о том, что на космодроме Восточный решают права его студентов, он восторженно повторял, ну вот совсем-совсем же скоро заплатят. Не заплатят. Им нужно, чтобы недовольные заткнулись. Так же, как и погорельцы Хакасии заткнулись, к которым приезжает Путин. И чтобы все недовольные помалкивали, мрази пойдут на все. Будут угрожать, давать какие-то бумажки, кормить обещаниями, но своих обязанностей не исполнят. Так что, если вы поддаетесь их уговорам, то вы просто обычный, послушный, доверчивый холоп. А какое отношение к холопам? Правильно, холопское. Я являюсь там, получается, как блогером, ведущим канала на YouTube, не магия, да? Ничего антиправительственного мы... Я вот не совсем понимаю. Я вот тоже не совсем понимаю. С какого хера я должен оправдываться, что ничего антиправительственного не делаю? Это запрещено, что ли, рассказать про часы Пескова или про яхту? Песков же все отверг, значит, можно спокойно налево-направо об этом рассказывать. В чем проблема? Беспокоился бы Песков о своей чести и достоинстве, подал бы в суд на Навального. Вон все суды выигрывают, ребята, по таким основаниям про честь и достоинство, имею в виду провластные ребята. Ну, понимаешь, у меня есть материал, который расписан на меня. Есть такие-то вот лица. Ты мне что предлагаешь? Не отрабатывать? О, ну это мы наслушались на Нюрнбергском процессе, когда каждый офицер говорил, что выполняет приказ вышестоящего офицера, а вышестоящий офицер говорил, что выполняет приказ еще вышестоящего офицера, ну а самый вышестоящий офицер говорил, что выполняет приказ Гитлера. Что ж теперь, только Гитлера наказывать? Не, ребят, сори. Народ проснется, всех привлекут. Даже мелких сошек, которые прикрывались задачами начальника. По своей воле что-то ходить писать, либо где-то заполнять без участия адвокатов и своих юристов никогда не стоит. Потому что все, что бы вы не написали там, а любые слова они могут так же вывернуть, и они могут быть использованы против вас всегда. Ребят, все правильно сказали. Поясняю, у нас в стране реальная ответственность за лайки, репосты, размещение каких-то картинчик у себя в соцсетях, отрывков из фильмов. Не верите? Погуглите. Люди несут реальную ответственность за виртуальную хрень. Подчеркну, хрень, а не инструкция, как взорвать Кремль или создать бомбу, заложить ее под трон Путина. Ничего этого нет у людей, которые несут ответственность по лайкам и репостам. И по всей этой херне власть еще пытаются изображать закон, прикрываясь решениями судов. К слову, такие решения судов никакого отношения к праву или к судебной системе не имеют. Это просто карательная чистка неугодных блогеров. Интернет-сообщество становится умнее, и реальных оснований привлечь кого-то к ответственности за лайк и репост остается чудовищно мало. Но не могут эти убогие жандармы, псы режима, вцепиться в материал, когда видео добавлено. Все персонажи вымышлены, совпадение случайное. Или весь ролик это шутка, не вспоминяйте всерьез. Что это? У Пескова бомбануло или просто Кемеровский Роскомнадзор пытается выслушиться? Определенно второе. Пескову насрать и на Навального, и на немагию, и на меня. Он даже нормально Навальному отвечать не стал на такие серьезные обвинения про часы, про яхту и про дом. А вот Кемеровский Роскомнадзор такая типичная власть на местах. О ней еще Салтыков Щедрин писал про власть на местах. Власть на местах, которая постоянно перегибает палку, не видит краев, не понимает, что закон не применяется так, как она власть на местах его применяет. И вот до тех пор, пока граждане в России, во всех регионах не перестанут ссаться и бояться этой оборзевшей власти на местах, мы так и будем выслушивать от несчастных учителей, как их заставляют агитировать на выборах за единую Россию. И что делать, если к тебе пришел вот такой умник? Общайтесь с ним его же языком, что вы очень хотите умнику помочь, но сейчас никак не можете. Надо с юристом пообщаться. Ну и юриста, конечно, надо иметь. Тяните время, если документов нет. Никаких правовых оснований у них трахать вам мозги нет и быть не может. Не позволяйте мразям залезать в вашу жизнь. Тем более, если мрази еще даже не успели принять очередной сучий закон, неправовой, по которому вы теперь не имеете права делать антиправительственные ролики. Парням из Немагии, Терпения и Сил, жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Удачи! В своем новом видео Кирилл рассказывает о том, как работает пропаганда, подмена понятий и история. Кто же пишет историю? Посмотрите по ссылочке.